Здравствуйте! Это программа «Реальная экономика» и я, ее ведущая, Салтанат Кудайбердиева. Привысил допустимый вес плати за перевес. Проект, принятый еще несколько лет тому назад, как выясняется, не заработал в полную силу. Как только на это уделили внимание, так сразу вопрос о введении платы за использование автомобильных дорог временно сняли с повестки дня. Почему профильное ведомство не следит на должном уровне за пунктами весового контроля на дорогах? И почему, собственно, появилась необходимость в разработке нового законопроекта? Выясним сегодня. А найти ответы на обозначенные вопросы нам помогут приглашенные эксперты. Добрый вечер! Добрый вечер! У нас сегодня в гостях депутат Югор Кукинеша Марлен Маматалиев и директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Кыргызской республики Мелес Чунусов. Еще раз добрый вечер! Марлен Абрахманович, в начале октября этого года на общественное обсуждение был вынесен законопроект, инициированный вами, и направлен на усиление наказания в отношении тех, кто якобы закрывает глаза на перегруженные машины на наших дорогах. Почему появилась необходимость во внесении именно новых изменений? Неужели в действующем законодательстве не предусмотрено наказание за подобные деяния? Ну, во-первых, в существующем законе, конечно, они предусмотрены, но я хотел бы немножко так оглянуться назад. В целом, Кыргызстан, имея внешний долг 4,5 миллиарда долларов, около 2 миллиардов, и даже вчера министр дал интервью, сказал, что 2,5 миллиарда долларов мы потратили на строительство и реконструкцию дорог, не закончив ни одну из дорог до конца, тот же Бешкек-нарм, Торюгард или Бешкек-Кош, мы видим ту часть, которую мы уже сделали, она полностью приходит в непригодное состояние. Я согласен с тем, что идет речь о качестве вообще строительства дорог, но еще есть еще другая сторона, когда эти дороги ломаются нашими большегрузными машинами, которые как раз-таки не соблюдают все эти нормы, которые были установлены правительством. И Министерство транспорта, которое должно было, в принципе, эти все вопросы контролировать, она тоже в этом деле получил полный провал. Даже те камеры, которые они якобы устанавливали, даже те автоматизированные системы, которые они устанавливают, они не в полной мере сейчас соответствуют современным нашему миру требованиям. Поэтому я непосредственно, побыв в один из таких пунктов, и сам все это увидел своими глазами, и понял, и решил принять такой законопроект, больше который будет, значит, приводить к тому, что не человек это будет принимать решение, а система, то есть автоматированная система, которую невозможно будет подкупить, которая никак не будет смотреть на то, что это там сотрудник ГАИ, или сотрудник, там, чиновник какой-то, или министр, или еще кто-то. Разницы нет для него. Для него есть норма, которую он нарушил, значит, он ему будет оставлять такие штрафы. Почему штрафы такие большие? Это делается для того, чтобы один раз заплатив такую сумму, второй раз человек уже не захотел платить и больше не нарушал те правила, которые, в принципе, устанавливаются. 100 тысяч суммов в отношении физических и юридических лиц, 150 тысяч суммов. Милиция Брасулович, как в целом грузоперевозчики отнеслись к новой законодательной инициативе? Когда я позвонила в ассоциацию, мне показалось, или на самом деле вы первый раз об этом только от меня услышали? Нет, по данному вопросу как раз в мае месяце, в нашем очередном заседании рабочей группы, мы рассматривали данный вопрос. В каком контексте вы рассматривали? Было, значит, у нас в ассоции 97 транспортных компаний международных, которые осуществляют международную перевозку. И у нас действует постоянная рабочая группа в составе лидирующих 15 компаний, директоров 15 компаний. И в заседании мы рассматривали вопрос о повышении штрафов за нарушение висогабаритных норм. То есть эта проблема существует? Эта проблема, знаете, существует. Есть нарушения в Казахстане, в других странах за нарушение висогабаритных норм. Там штрафы очень высокие. И мы предлагали рассмотреть повышение размера штрафа. Ну, к примеру, стран ЕАЭС, да? Если взять Казахстан, то в Казахстане за превышение, если говорить в норм, штраф составляет около 1200 долларов для физических лиц, ну и, соответственно, для юридических лиц до 3000 долларов. Здесь же речь идет о том, что если они будут нарушать, то есть, во-первых, смотрите, им это тоже, в принципе, на сегодняшний день надоело. Почему? Потому что те висы, которые у нас установлены, они четко не показывают. Я сам побывал же, говорю, на месте. Я видел, что висы с первого раза не могут точно определить. Его все время мучают. Но это делается для чего? Для того, чтобы водитель просто в следующий раз сказал, короче, на, бери определенную сумму. Да, важно. В определенную сумму и проехать. Дорога еще нужна самим же водителям. Мы же помним, какая у нас дорога была. С этой точки зрения, я думаю, они тоже очень сильно правильно понимают и есть понимание. Я очень рад. Я даже не знал, что они инициировали еще в апреле месяце. Благодарены людям, которые даже этим делом занимаются, но при этом они четко понимают, что это очень важно. Это очень важно для наших крестов. То есть, получается, вы этот проект инициировали, но просто до парламента не успели довести, да? Да. На сегодняшний день, как я и ранее сказал, при нашей ассоциации существует рабочая группа. Там рассмотрели данный вопрос. И с актуальностью данного вопроса мы в октябре, 16 октября, данный вопрос рассмотрели на заседании правительственной межведомственной рабочей группы, где мы, ассоциация, являемся секретарем данной рабочей группы. И куда входят 9 министерств и ведомств, также общественные организации. В протокольном решении мы приняли, что в дальнейшем мотивированно заключение предложить и направить джорг, конечно, для рассмотрения. А вот цель вашего законопроекта в чем заключалась? Запустим, увеличение размеров штрафов, которые куда должны поступать? Как в целом, да, в этой ситуации? В целом, да. Нужно было поменяться? Наше мнение таково, что несколько жалоб было со стороны наших международных перевозчиков, что внутри Казахстана, то есть другие перевозчики, иностранные перевозчики, они могут с завышенным весовым параметром заехать в Кыргызстан, при этом оплатить штраф. Но на сегодняшний день, как штраф такого нету, а есть возмещение, ущерб за повреждение асфальта дороги, и этот размер считается на одну тонну перевеса 50 сон за один километр. Совсем низер. Да, низер. Если с этим, то в категории 9 закон, мы считаем, это очень необходим, нужен, чтобы таких нарушений не было и со стороны иностранных перевозчиков. Знаете, как даже вот эти сами расчеты по километражу, да, они были такие скептические, да, невозможно было четко определить, вот просто у водителя спрашивают, ты откуда, докуда уедешь? И все, и на этом все, понимаете? Он может сказать 20 километров, но возмещение составит 200 сон. Ну, представляете, это как-то. Он целый, проехал из Казахстана до Абаткина, да, и при этом он указал, что он проехал только там 20 километров, и в принципе можно это договориться с нашими сотрудниками этих весовых контролев, где можно просто договориться. Вообще, есть еще такая норма, можно и не заезжать на эти весы. Есть определенная сумма, которую ты заплатишь, ты можешь вообще туда не заезжать. Марина Абрахманович, в рамках новой законодательной инициативы вы предлагаете устанавливать камеры видеонаблюдения, датчики слежения. За чей счет будет приобретаться данное оборудование? Я в своем видеоролике как раз таки указал на те вот эти камеры, которые уже существуют, но почему-то их используют только для статистики. Выехал, заехал, но не используют его по значению. По значению, да. Но когда я уже вынес на общественное обсуждение, Винтранс сказал, что эти весы уже тоже как бы устарели, но у них уже есть договоренность с Азиатским банком о том, чтобы приобрести новые, совсем современные, о чем в принципе я говорю, приобрести такие весы. В госбюджете дополнительных средств не потребуется. Мы хотим его присоединить к безопасному городу. Почт, она будет решаться так же, как сейчас у нас работает безопасный город. И люди, которые, то есть нарушители, которые встанут на весы, им на табло будет высвечиваться о том, что он превысил, и его будет штраф составлять, ему предложат вернуться. Если он осознанно увидит, он осознанно получит письмо счастья. А здесь собирать информацию о нарушителях будет система, которую будет мониторить опять же человек? Нет, мониторить, составлять протоколы будет комиссионно, как сейчас составляется безопасный город. Ни одно ведомство это будет принимать решение. То есть в лице Минтранса это не будет приниматься. Но в любом случае надо сказать, что вот новая законодательная инициатива, да, позволила понять, что вводить плату за использование автомобильных дорог повсеместно точно будет несправедливо. Если будет хорошая дорога вновь построена и, соответственно, мы готовы платить за дорогу, так как мы также и в Казахстане, и в Белоруссии, и в России мы платим за дороги, должна быть хорошая дорога и придорожная инфраструктура. Если будет альтернативная дорога, которая не будет проезжать мимо этих сел, человеку легче и быстрее доехать, и комфортнее доехать, почему он за это не хочет платить? Он будет за это платить, потому что ему надо быстрее доехать. Вы как-то будете подключаться к этому законопроекту? Ваша инициатива же уже на стадии поступления в Джоорг Кенеша. Вы как-то будете объединяться? Правильно, вы подчеркнули. В дальнейшем нашу позицию, позицию нашей ассоциации, с учетом всех замечаний и предложений, в ближайшее время мы направим в адрес Джоорга Кенеша и в лице авторов данного законопроекта. Почему бы и нет? А в парламент когда вы планируете вносить? Я планирую где-то в марте месяце завершить полную процедуру. Закон затронул очень много таких людей, причем богатых людей, которые всячески пытаются оказать сопротивление, и некая давка даже идет. Но я сразу хочу сказать, что я доведу все вот эти законопроекты до ума и до завершения. Все, спасибо вам большое за очень интересную и живую беседу. До скорой встречи. И вам спасибо. А с вами была Салтанат Кудайбердиева, и вы смотрели программу «Реальная экономика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова